В седьмой раз выставочный зал на Советской становится местом встречи молодых и креативных художников всего региона. Они не только полны энергии, оптимизма, они живут жаждой творческих открытий. И это отчетливо видно в их работах. 71 произведение нашло место в просторном зале. Экспозиция получилась достаточно смелой и яркой. Молодежь уже знает, какие требования, что мы хотим, как должно быть. Это должно быть интересно, это должно быть актуально. Какая-то философская мысль, какое-то зерно, не просто так картинка срисованная или там какой-то, ну, даже в натюрморте можно найти какую-то, что-то художник должен уметь показать. Современное искусство как призма того, что волнует людей, какими категориями не рассуждают, о чем думают и мечтают. Выставка настолько разноплановая и при этом настолько гармонична, что работы удачно вписываются в контекст одного вернисажа. Молодые художники через призму произведения не только рассказывают о своих видениях жизни, но и формируют новые тенденции в искусстве, что особенно отмечает старшая школа художников. Они совершенно по-другому мыслят, и что-то там ломать и переделывать смысла никакого нет. Это молодые люди, которые взгляд, так сказать, через свою призму пропускают. Так что радуйтесь и смотрите, и принимайте, какие они есть. Шекспировский вопрос «Быть или не быть» молодые художники интерпретируют, как участвовать или не участвовать. Ответ, как правило, однозначный – да. Ведь это не только дает опыт выставочной деятельности, это еще и отличный шанс взглянуть на давно известную тему с другой стороны, поймать новую волну вдохновения, чтобы творить, а иногда и вытворять на холсте. Я, наверное, работаю над формированием своего собственного стиля, но каждый раз, когда я прихожу на выставку, я всегда вижу что-то новое, и работы очень разные, и мне это очень нравится, это расширяет границы, и заряжаешься от ребят энергией, поскольку я больше так минорно, у меня и работа черно-белая, и историю я попыталась передать страшную и грустную, ну а много работ разного стиля, разного настроения, разной энергетики. В широком доступе вернисаж пробудет до 29 марта, так что у всех желающих еще есть возможность открыть для себя что-то новое и интересное.